Продолжаю ежедневные выпуски рубрики «Камчатка. День за днём» моего уютного видеодневничка. В этой рубрике я на материалах периодической печати прошлого лета рассказываю, что происходило на полуострове в разные годы века минувшего в этот самый день. Сегодня, шестой день февраля, мы читаем газету «Известия Камчатского областного народно-революционного комитета» 1921 год. Усть-Камчатский областной комитет сообщает, что задержанный членом обл. Ревкома Гапановичем на пароходе Томск гражданин Прокопий Павлович Кочергин со Стрихнином был присужден к месячному наказанию на общественные работы, каковы и отбыл в селении Усть-Камчатске. Кроме того, Кочергин лишен зимнего промысла зверя. О чем эта заметка? Что какой-то гражданин был задержан со Стрихнином. Дело в том, что еще в добольшевистское время камчатские власти приняли решение охотиться на зверя без применения ядов. И очень строго следили за этим. И даже когда произошел большевистский переворот, это слежение и недопустимость промысла пушного зверя ядами продолжилось. Это действительно очень варварский, негуманный способ звериного промысла. Это был выпуск рубрики «Камчатка. День за днем». Шестой день февраля мы читали газету «Известия» 21-го года века минувшего. «Известия» 21-го года века минувшего.